перейдем к нашей схеме, к нашему breadboard и так же как в предыдущий раз я соединю светодиод соединен к нему резистор от резистора мы допустим пойдем к седьмому цифровому порту и оно подсоединим к земле вот так я сделал то же самое что в предыдущий раз я соединил через 220 лон светодиода и теперь давайте пропишем программу которая будет его включать и выключать относительно света так мы должны прописать к нему для этого светодиода указываем номер пина номер пина кстати поменялся мы его установили на 7 и я забыл забыл включить демонстрацию про насоль так что я сделал я добавил pin-mod он у нас поменялся стал на семерке и теперь я должен сделать так чтобы наш светодиод загорался только тогда когда light свет становился туску меньше света становился как вы видели допустим когда я прикрываю рукой свет становится меньше допустим если свет становится меньше 10 то это значит что я прикрыл рукой и должен включиться светодиод если мы так делаем давайте меньше 15 сделаем и проверим для того чтобы проверить и сделать проверку и отправить на светодиод значение то мы можем воспользоваться функцией if оператором if if это у нас английского перевеска если мы скобку должны прописать условия если что что мы проверяем мы проверяем свет если у нас свет больше или меньше 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 допустим 15 как мы договорились то что должно случиться у нас должен включиться светодиод давайте попробуем писать мы должны отправить напряжение на 12 ой то есть на 7 пин это данный светодиод включится давайте проверим окей я руку аккуратно накрываю фоторезистор что происходит ничего не происходит а нет вот светодиод включится но не выключился то есть когда я убрал руку он не выключился почему потому что я это не прописал чтобы для то чтобы он выключился я должен прописать что если не 15 это можно сделать еще одного оператора if like больше 15 или можно просто добавить к if оператору else else это у нас иначе если свет меньше 15 то включись а если нет иначе то выключись сразу если я буду писать код который выключается что выключится кстати вместо low и high можно прописать 0 и 1 0 это low 1 это high окей отправляем и все загрузка завершена теперь мы можем видеть когда мы закрываем фоторезистор я пальцем закрою значение прыгает поэтому у нас светодиод меняется все видите вот 19 10 если я допустим вот так плотно закрою то он постоянно будет включен убираю руку отключается окей теперь хочу вкратце рассказать как можно подключить другие различные сенсоры цифровые и выводить их на экран здесь у меня стоит под рукой сенсор перекручу камеру у меня есть сенсор DHT он измеряет температуру он у тех кто получил наборы есть в наборах этот сенсор может считать температуру окружающей среды вокруг вас и может также прочитать влажность воздуха давайте это сделаем у многих сенсоров есть обычно бывает два основных пина два основных нож для того чтобы соединиться с питанием ардуино они по-разному назвать но в основном они бывают земля это у нас gnd ground питание плюс это у нас всегда vcc или 5 5 вольт они по-разному пишутся но в основном это vcc окей давайте я соединю я вот соединил breadboard и отсюда я должен соединить ground землей на синюю рельсу поставил vcc соединяю к питанию 5 вольтам и дата есть у нас еще третий пин мы его соединяем к любому цифровому пину ардуино давайте соединим его на цифровый пин 9 вот теперь как его прочитать с помощью ардуино давайте перейдем обратно демонстрацию экрана производители этих сенсоров они готовят для вас основной код который нужно прописать и делают его уже готовым и упаковывают в специальные библиотеки и вам уже не нужно какие-то стандартные коды писать у ардуино сейчас в последних версиях появилась очень удобная вещь управление библиотеками если вы какой-то сенсор новый купили подключили его к ардуино раньше надо было заходить на сайт производителя искать среди их продукции конкретно этот сенсор и искать среди среди ресурсов к этому сенсору библиотеки сейчас это очень просто сделано вы заходите инструменты в ардуино управлять библиотеками вот он у нас открылся и просто прописать тот сенсор который вы подключили в основном сенсоры которые идут все сенсоры которые идут с ардуино они есть в этой библиотеке наш сенсор называется DHT11 он у нас считывает температуру и влажность вот их несколько один из них можете скачать и подключить как это делается вы нажимаете на установка и он автоматически устанавливает так как я уже это все делал это у меня уже есть я сразу перейду к следующему теперь как использовать эту библиотеку для тех кто только начал изучать в основном все производители делают примеры к своим библиотекам и чтобы найти пример к DHT я просто захожу файл примеры внизу прокручиваю здесь примеры из использовательских библиотек и здесь я нахожу DHT11 я захожу и здесь уже подробный код с комментариями я могу посмотреть почитать и понять какие конкретно методы можно использовать для того чтобы прочитать данные с окружающей среды с помощью этого сенсора окей то есть мы должны сначала прочитать добавить эту библиотеку в наш код затем указать к какому конкретно пинок подключен указать какой конкретно у нас DHT то есть здесь есть несколько типов DHT22, DHT11 в нашем случае это DHT11 здесь в данном случае пример DHT22 окей и далее с помощью простых методов DHTRADTEMPERATURE это для того чтобы прочитать градусы температуры в Цельсиях и REDTEMPERATURE TRUE для того чтобы прочитать фаренгейт также есть humidity DHT.READHUMIDITY это с помощью этого функции с помощью этого метода вы считываете влажность окружающей среды окей давайте используем могу это сделать вот так что сначала я должен сделать я должен добавить эту библиотеку в наш код для этого я прописываю код и прописываю название библиотеки библиотеку назвать DHT с большим буквами .h теперь далее я должен создать для этого сенсора какую-то переменную под классом этого уже сенсора для этого я делаю так я делаю DHT допустим так же назовем DHT или допустим назовем сенсор и он у нас равен не равен, а у него есть два аргумента которые мы должны прописать две важные вещи к какому пину мы подключили а мы подключили к какому пину к девятому и какой у нас конкретно тип DHT у нас есть DHT1, DHT22 и DHT21 в нашем случае DHT11 окей теперь чтобы прочитать так же как со света мы можем открыть переменную integer назвать его допустим temp или просто key и с помощью функции метода rateTemperature мы можем прочитать то что нам выдает наш сенсор в нашем случае наша переменная сенсор называется sensor нет окей если мы в аргументах ничего не прописываем то он нам выдаст данные в цельсе если мы пропишем true то нам он выдаст файлингейт нам файлингейты не нужны пусть остается в цельсе окей давайте проверим так отправляю код ну что-то я забыл сделать что я забыл сделать это мы просто прочитали значение температуры отправили его в перемену t но не вывели это на экран давайте выведем его на экран сериал сюда можем пропустить отправляем код пуск разрешено и как вы видите мы получаем 0 0 0 0 0 почему потому что если вы что-то я неправильно соединил давайте проверим VCC у нас подключен 5 вольт ground подключен 8 9 давайте проверим код еще раз так в коде все вроде верно так давайте попробуем отправить пример на наш arduino и посмотрим как с этим справится код с примером открываем монитор порта и как видите он нам написал то что у нас DHT не соединят так давайте проверим окей бывает иногда провода не контачат поэтому иногда нужно заменять на другие если вы китайский набор используете то часто происходит кстати я там как-то до сих пор не читает значит может быть из-за этого провода так окей возможно у нас сгорел сам DHT сенсор у меня есть запасной сейчас давайте я попробую заменить оставить другой вот я достал второй так соединяем окей соединили и получили те же самые данные то есть он неправильно значит у нас дело не не в сенсоре а в том как мы его соединили давайте еще раз проверим установим его совместно используем окей то есть вот у нас есть ground мы его с помощью синего подсоединяем ground а ground он у нас идет на ground 5 вольт у нас идет 5 вольта VCC data у нас идет на 9 борт давайте попробуем поменять переставить соединили давайте посмотрю хорошо так как сделать у нас как раз время подходит к концу и давайте я отвечу на ваши вопросы и к следующему мастер-классу я подготовлю решение посмотрю в чем дело здесь скорее всего в проводах или в breadboard что-то не то потому что соединяем все правильно и я его проверял я покажу как подключить DGT сенсор как прочитать температуру потом уже завтра последний мастер-класс будет про то как эти данные с температурой и влажность воздуха отправлять в интернет чтобы вы могли их прочитать уже с интернетом так я скачивал вопросы Арсен есть разница между Uno и Leonardo да есть следующий мастер-класс будет на Leonardo я как раз на этом мастер-классе расскажу в 6 часов почему мы именно к следующему мастер-классу будем использовать Leonardo Azamat есть ли ограничение по возможностям Arduino да я в предыдущем мастер-классе говорил есть Arduino с ограничением анонимный участник важен ли Arduino в простых работах чуть-чуть не понял вопрос скажу важен где можно купить дополнительные модули Arduino есть несколько сайтов которые продают у нас в Казахстане Radiomart я забыл как назвать просто например Arduino купить и вы найдете может ли Arduino причинить вред человеку да может один раз уронил Arduino и забыл про него и братишка наступил на него и поранился таким образом так какие языки программирования можно еще использовать для Arduino напомнить пожалуйста как переименовать тринадцатый порт вместо цифр буквы вы можете обозначить какую-нибудь переменную назвать его допустим мы сразу писали в digital write 13 можно например сделать переменную которую вы назовете светодиод и ее обозначить и уже вместо 13 вы напишите светодиод драйвера на макете нету или USB обычно когда вы Arduino устанавливаете с официального сайта драйвера должны автоматически установить но иногда бывает я не знаю по какой причине они не устанавливаются нужно их отдельно устанавливать как можно увеличить цифровые пины нужно покупать побольше Arduino ну и есть специальные чипы которые позволяют увеличить цифровые пины будет ли рассказываться на мастер-классах о использовании библиотек в Arduino да я немного рассказал сегодня далее на следующем мастер-классе я также еще расскажу кстати можно обстрелиться от установки дополнительно по редактированию кода будет ли объяснять работу Arduino в Web Editor да можно я не планировал но если будет время как это делать не знаю не знаю Вербентин как езд statute Продолжение следует...